Рекомендую покупать игры для ПК только на steampay.com Ссылка в описании к видео Всем здорова, я специально для этого ролика решил поменять антураж Из-за чего мне всю запись придется стоять раком, что крайне неудобно И вот к слову по поводу раком Это ровно та поза, в которую Apple ставит людей, покупающих эти ноутбуки Меня раком никто не ставил, этот ноутбук я не покупал Я взял его ровно на 10 дней, чтобы потрогать, пощупать, посмотреть, что такое macOS Снять видео и вернуть его обратно Я вот почти уверен, что этот ролик воспримут нормально Без бомбежки, без привычного коверкания слов Потому что маководы, как правило, это люди взрослые Школьник себе такой точно не купит, а значит защищать ему его нет смысла Взрослые, значит адекватные, как правило, да И конструктивную критику согласны выслушать спокойно Я очень давно хотел купить Mac, я до сих пор помню, как я его впервые в своей жизни увидел Моя одноклассница притащила его в школу И все сразу обратили внимание, потому что ноутбук был светлый Тогда была эра исключительно черных ноутбуков И на тот момент он стоил две с половиной тысячи долларов И на ноутбуке за две с половиной тысячи долларов Единственное, что она делала, это кривляла рожу через фронтальную камеру Девушки Я очень сильно возбудился от этого ноутбука Я специально сел на заднюю парту, чтобы наблюдать за тем, как она им пользуется Что это вообще из себя представляет, почему он столько стоит И уже тогда я охренел от всех вот этих свайпов, жестов, вот этой плавной анимации, стабильной работы интерфейса, удобства И тогда я себе поставил задачу, что когда-нибудь я себе куплю Mac Купил? Вы, наверное, подумаете, что этот ноутбук я сейчас буду обливать говном Нет, нет, этот ноутбук, по сути, идеален В нем есть всего лишь один недостаток Один недостаток, который его объединяет абсолютно со всеми компьютерами Apple И это вовсе не цена, которая на минуточку Пиздец, какая большая По нынешнему курсу он стоит 130 тысяч рублей Это же 41 тысячи гривен и 2 тысячи долларов И я еще раз повторюсь, беда не в его цене Пускай он столько стоит Проблема в том, что за 2 тысячи долларов, 41 тысячу гривен и 130 тысяч рублей Вы получаете следующие характеристики Двухъядерный i5, 2.7 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти Я напоминаю, это 2015 года выпуска ноутбук 128 ГБ SSD, теперь мое самое-самое любимое Intel Iris Graphics 6100 Это интегрированная видеокарта В компьютере за 2 тысячи долларов стоит интегрированная видеокарта Что? Скорее всего напишут, что есть маг помощнее, с дискретной видеокартой Серьезно! Причем здесь ценник по курсу 55, сейчас он 65 Тут даже звездочка есть Он очень слабый Убогое железо, маководы оправдывают оптимизации И вы знаете, они правы Здесь оптимизация просто фантастическая С ПК похожей конфигурации вы бы не смогли смотреть это видео Потому что у вас бы хром лагал бы В то время как этот малыш, вот прям не хочется его малышом называть Судя по тому, сколько он стоит Спокойно справляется со всеми крутыми программами для рендеринга видео Типа Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, да? И это меня удивляет Просто пора уже поговорить о позитивных моментах этого ноутбука Коих огромное множество, начиная хотя бы с внешнего вида Его внешний вид в лишних комментариях не нуждается Этот ноутбук невозможно перепутать с тысячами других компьютеров на рынке Он попросту особенный Тонкий, легкий и качественный Важную роль играет здесь тактильность Этот алюминий, прикосновение к нему ни с чем не сравнится Его хочется трогать и трогать Этот потрясающий дисплей ретина, который хочется просто облизать Глядя на сочность картинки Он очень тихий Его слышно только при сильных нагрузках И даже при максимальной загруженности он не особо греется Аккумулятору равных нет вообще У меня было несколько ноутбуков И все они в режиме простого серфинга держали в разы меньше, чем макбук в режиме сложной работы Это фантастика Среди ноутбуков, за исключением мощности, естественно, равных этому компьютеру нет macOS или OS X, как вам будет удобнее, это самая сладкая Самый лучший и самый главный эксклюзив этого компьютера OS X это нечто Ради этой операционной системы люди и покупают эти маломощные компьютеры Это операционная система, которая создана от людей и для людей Здесь сделано все, чтобы максимально упростить пользование компьютером Я всегда ненавидел в ноутбуках тачпады Это нечто, к чему никогда не хотелось дотрагиваться Здесь же в тачпад заложена половина фирменных удобств Все держится на мультитач-свайпах Ты сидишь в браузере, свайп и смотришь погоду Тебе не надо нажимать долбаный Ctrl-Shift-Plus, чтобы увеличить страницу Просто свайпом увеличиваешь ее Мышка теряет надобность Это Apple и как бы вы их не любили, но никто в мире как они не заботятся о мелочах В отличии от хаотичной Windows, все настройки Мака умещаются в одно окошко OS X создана для обычных пользователей Таких как я, таких как вы, таких как мы Windows это штука для гиков В OS X нет ни одной функции, которой бы вы не пользовались, в отличии от Windows Анимация это тоже немаловажно, это та часть, которая создает общее впечатление о системе И тут опять-таки все замечательно Сворачиванием, увеличением, этим можно долго наслаждаться Оптимизация в комментариях не нуждается На этом отвратительном железе все самые современные программы умудряются работать И делают они это весьма неплохо Поправочка, неплохо, будь он в два раза дешевле Попользовавшись Маком почти неделю, я начал уважать PC как рабочую платформу еще больше Во-первых, это намного дешевле, во-вторых, это намного мощнее В-третьих, это модульность В Мак я не залезу, здесь я ничего не поменяю В-четвертых, это игры Мак не для игр, бла-бла-бла Нет, это не Мак не для игр, это игры не для Мака Ни один разработчик в мире не будет трахать себе мозг, чтобы портануть на это убогое железо какую-нибудь игру Это во-первых, а во-вторых, аудитория маководов очень узкая И поэтому миллионные продажи там явно никак не получить А большой аудитории маководов нет, потому что они стоят дорого и на них нет игр Запкнутый круг Все, что вы сейчас просмотрели, это все полное чушь, забудьте это Важно ответить только на один вопрос PC или Mac? Если нужно идеальное устройство для серфинга в интернете, просмотра кинца, работы в фотошопе, то есть для фотографов, это исключительно Mac Причем я рекомендую брать MacBook Air, потому что Pro как класс абсолютно бесполезный, для работы он не нужен совершенно, он очень слабый Если же вам нужна серьезная машина для работы с графикой, с видео, с прочим, это определенно PC, это даже не обсуждается Абсолютно все профессионалы работают на ПК Ни один уважающий себя профессионал не будет работать на закрытой операционной системе В общем-то на этом у меня все, я рассказал все, что хотел Если вы смотрите сейчас это видео, значит MacBook я уже вернул в магазин, да И вы знаете, я почти уверен, что в будущем я, вот я в будущем буду по нему скучать Потому что ноутбук действительно классный Он очень немощный, но он приятный был в использовании На этом у меня все, пишите все, что вы думаете До скорых встреч! До встречи! До встречи! До встречи! До встречи! До встречи!